Иисус Христос 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 примером для сына своего, потому что, видите, в Евангелии сказано, что огромное число горожан пошло, участвовало в этой травмной процессе, соболезновало вот горю этой вдовицы. Мы понимаем прекрасно, если бы человек недостойно себя вел, ну кто пошел бы тогда на похороны вот сына? Ясно было, что она, видимо, вела благочестивый образ жизни, наверное, и сына, соответственно, воспитывала. Они были, может быть, примером для многих, и люди уважали их, любили, почему множество горожан пошло вот в последний путь проводить этого юношу. И Господь увидел это горе, как мы с вами помним, да? Пожалел ее вдовицу, подошел уже к этой процессе, остановил их, и сказал юноше, встань, юноша, встань. Он встал, стал говорить, и Господь отдал его, его матери. И, как сказано сегодня, люди ужаснулись. Мы с вами понимаем, почему. Если бы мы участвовали вот в такой процессе, и вдруг кто-то подошел, и вдруг человек умерший, который шли к корону, встал и стал говорить, как сказано в Евангелии. Конечно, ужаснулись люди и славили Бога, потому что, как мы слышали сегодня, говорили о том, что Бог призрел на народ израильский, восставил великого пророка. Пока что они считали и воспринимали Господа Иисуса Христа, как великого пророка, который совершил такое удивительное чудо. И мы с вами знаем из Евангелия подробно о трех воскресениях мертвых рассказывает Евангелие. Это вот сына наинской вдовы, дочери Иаира и также Лазаря четверо дня. Хотя мы с вами знаем, что упоминалось о том, что Господь, когда приходил в какой-то город и в какое-то селение, много людей приходило, он не только исцелял и изгонял бесов, но, сказано, и воскрешал мертвых. Но Евангелист нам с вами сказал, чтобы если описать все, что Господь сотворил на земле и все, что Он сказал на этой земле, весь мир не вместил бы тех книг, которые пытались бы описать все, что делал Господь наш Иисус Христос. Нет, подробно рассказано именно от этих трех. Опять же, я хочу повторить, что все в этом мире случается только лишь по промыслу Божию, потому что, дорогие братья и сестры, смотрите, вышел Господь Иисус Христос со Своими учениками, со многими людьми из Капернаума. Целый день они шли, целый день под палящим солнцем в этот город Наин. Разве не мог Господь Иисус Христос такое же чудо совершить в Капернауме, почему они шли именно сюда, в этот город, чтобы Господь помог вот этой вдовице. Мы с вами понимаем, родные мои, вот читая Евангелие, есть некая причина, по которой Господь может помочь человеку, условия, при которых Господь может любому человеку помочь. Это вера. Правильно? Сколько раз он спрашивал, веруешь ли ты или веруешь ты хоть чуть-чуть, и я тогда тебе могу помочь, потому что Бог есть любовь и насилие над человеком, ну вот хочу сказать, в крайних случаях бывает так, что Господу не нужна даже вера человека, которому помогает для того, чтобы явилась слава Божия. В данном случае была ли вера у этой вдовицы, мы не знаем, мы не знаем этого, но мы понимаем, еще раз повторюсь, что она вела очевидно благочестивый образ жизни, не пошли бы люди сочувствовать ей, и не пошли бы люди провожать сына его в последний путь. И мы также понимаем с вами, дорогие братья и сестры, что после того, как Господь покинул наш мир, вознесся, уже появились первые христианские общины. И здесь мы также можем смело предположить, что этот юноша, которого Господь воскресил, конечно же, заинтересовался, кто же это сделал, кто этот человек, или это действительно избранный Божий пророк, а может быть, он уже и воспринял его как, действительно, как Мессию и пошел за ним. Ведь откуда же взялись эти первые христиане, которые, смотрите, от Господа получали выздоровление и самую даже жизнь, вот как этот юноша, а потом эту жизнь отдавали его же, его ради, вот Христа ради эту жизнь отдавали. И Церковь Христова возрастала. Ну, можно вспомнить, действительно, как происходило, насколько важно вот этот момент воскрешения мертвых. Ну, я хочу сказать так, что еще некоторое время пройдет, и мы с вами будем говорить о том, что произошло на Голгофе. Мы-то с вами, христиане, знаем, оглядываясь назад, люди, которые жили в то время, не понимали, что происходит, а мы-то знаем, что на Голгофе Господь совершит тот подвиг нас ради человека и нашего ради спасения. И как мы говорим, смертью смерть победит. Мы теперь опять имеем, каждый человек, возможность вступить на путь спасения своей бессмертной души. Ну, осталось дело за нами. Отреагируем ли мы на зов Божий, на призыв Божий, действительно ли будем идти за Ним. Еще раз повторюсь, Он все сделал для того, чтобы нас спасти. Нам осталось только откликнуться на Его зов, открыть сердце свое, свою душу свою, отречься от себя, то есть от того, что связывает нас с миром, взять крест свой и за Ним идти. Хотим идти, готовы идти, по крайней мере, нам нужно захотеть. Если мы захотим и скажем Господи, мы хотим идти за Тобой, но ничего не можем, Он нам поможет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!